Задача слушаний максимально просто – объяснить представителям различных сфер, откуда бюджет будет пополняться и на какие сферы тратится. Судя по 2022-му, прогнозы благоприятные. Ведь по многим показателям социально-экономического развития регион успешно развивается. В каких-то сферах даже обгоняет российские показатели. В среднесрочной перспективе выше среднероссийских – это инвестиции, промышленное производство и заработная плата. На уровне среднероссийских – сельское хозяйство и потребительский рынок. Напомню, доходы бюджета на следующий год, накануне первого чтения, составляют около 140 миллиардов рублей. Расходы – 153 миллиарда. По традиции, основные статьи расходов – заработная плата и социальная сфера. К примеру, с 1 января зарплата бюджетников вырастет еще на 8%. Социальные выплаты проиндексируют на 5,5. Кстати, краевые депутаты уже проводили консультации, обсуждая бюджет и внесли довольно много предложений по его корректировке. Очень часто звучала тема, связанная с вопросами образования, потому что есть необходимость, к примеру, ремонта детских площадок, детских садов, инвентаризации того, что есть там, оборудование кухонного. В сфере культуры тоже целый комплекс проектов, которые необходимо продолжать, или пролонгировать, например, художественный музей, который бы хотелось бы завершить. Эта тема тоже звучала в многих фракциях. Порядка 50 новых совершенно региальных предложений прозвучало. Я надеюсь, что депутаты ко второму чтению положат их на бумагу в виде поправок. Сегодня много вопросов звучало в адрес министра финансов. К примеру, общественник Константин Емешин интересовался, насколько может вырасти доходная часть бюджета ко второму чтению. Практика прошлого года показала цифру 10 миллиардов рублей. Сколько будет в этом, ну, очень сложно сказать. Мы от него потребуем, Константин Николаевич, не снижать темпы прошлого года. Министр уточнил, изменения будут зависеть в том числе от поступлений с федерального бюджета, который планирует во втором чтении обсудить только к 22 ноября. Ректор классического вуза Сергей Бочаров интересовался, почему в краевом бюджете совсем не выделяется статья расходов на науку. Министр согласился с отсутствием отдельной статьи, сообщил, что готов вернуться к этой теме. Звучал также вопрос, почему на национальную оборону в ближайшие годы в бюджете выделено совсем мало средств. Полмиллиона фактически рублей. То есть считается, что мы в режиме мирного времени в дальнейшем будем развиваться. Небольшие цифры абсолютно стоят в бюджете. На 98% этот раздел состоит, как и состоял многие годы подряд, из субвенций на осуществление воинского учета в органах местного самоправления. Это федеральные средства, которые выделялись нам на протяжении, я могу последние 20 лет помнить. В общем, в этом году, как никогда, на слушаниях участники подискутировали, отметил председатель КЗС Александр Романенко. Теперь бюджет предстоит обсудить в первом чтении уже депутатам. Очередная сессия назначена на 27 октября. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.